Как оцените ваше выступление? И после Олимпийских игр это наверняка прибавило опыта. Конкуренция очень сильная. У нас максимум 1-2, которые могут соревноваться на мировой арене. А с чем это связано, как считаете? Я не знаю, стало больше специалистов, потому что многоборье это самое сложное, что из гимнастики. Один снаряд же легче работать 2 часа, чем все многоборье, все 6 снарядов. А сколько вам тренироваться приходится именно для многоборья? Это же тоже больше времени уходит, чем на отдельные снаряды. В принципе, отдельные снаряды тренируются столько же по времени, они их настолько оттачивают, чтобы у них были медали. А тренируемся мы, у нас час тренировка, это как разминка, потом 2,5 часа и еще 2,5 часа вечером. А вот после Олимпийских игр в Лондоне, я смотрел там в абсолютном зачете в индивидуальном, вы всех остальных россиян опередили значительно. Это просто так получилось? Ну или действительно сейчас у вас в стране конкурентов не так много? Конкурентов не так много стало. Эмин Гарибов, который у меня соревновался, и Сергей Харахордин. Сергей Харахордин у нас взрослый уже. Эмин Гарибов, он в связи с травмой, он перешел на 4 снаряда. А с точки зрения, вот если сравнивать выступления на Олимпиаде и на Чемпионате России, вот после того, как опыт у вас уже есть, где все-таки сложнее выступать, а где больше, может ответственность больше? Ну, у меня на самом деле на Чемпионате России была ответственность сделать новые комбинации, поэтому мне все равно было волнительно. Со старыми комбинациями проще, конечно, выступать, когда прошел уже Олимпиаду с ними, если бы я сейчас на Чемпионате России, я бы выступал просто отлично и не падал бы. А если возвращаться к Олимпиаде, вот если бы там выступить с этими комбинациями, мог ваш результат, ну, чуть-чуть повыше оказаться? Там ведь до третьего-то места, в принципе, не так уж и много было. Да, там было всего 4 десятых, а я базу поднял, ну, если по 7-6 снарядам посчитать, у меня полтора балла, получается, выше базы, чем была на Олимпиаде. А условия для тренировок спортивной гимнастики сейчас в Екатеринбурге в области нормальные? Хотелось бы, конечно, чтобы лучше было, но и этого хватает. Я тренируюсь по 5 дней, а в основном я в Москве на базе тренируюсь на озере Курглов. 5 дней по 6 часов или иногда побольше? Нет, нет, в Екатеринбурге я тренируюсь меньше, и у меня тут одна тренировка. Всего одна в неделю? Да, да, в месяц. 23 февраля устраивайте себе выходной, если на него соревнования не выпадают? Ведь это не только День защитника Отечества, но и День рождения ваш. Нет, на самом деле у нас праздников почти нету. Ни 23 февраля, ни День рождения, это не считается праздником. Мы все равно тренируемся так же, если мы на спортбазе, то мы тренируемся 3 тренировки в день. А выступать в День рождения на соревнованиях не приходилось? В прошлый чемпионат России были открытия соревнований в День рождения, но сами выступления не были. А какой-то подарок себе спортивный преподносили, или может быть вам какой-то наиболее запомнившийся подарок вручали? Сам я подарка себе не смог поднести, потому что перед этим чемпионатом России заболел, и я не смог хорошо там выступить из-за этого. А так, поздравил, зал весь, приятно было. Давид, когда будут ближайшие старты с вашим участием, и действительно ли вы собираетесь участвовать в чемпионате Европы? То есть вы уже 100% туда отобрались? Я думаю, да, что судя по тому, как я прошел чемпионат России, я должен быть в команде. На чемпионате Европы, ну, сейчас будут соревнования во Франции, Кубок мира, там 80 сильнейших будет на снаряде. Потом чемпионат Европы, ну, и потом дальше посмотрим, что дальше универсиада будет. А на универсиаду уже тоже 100% отобрались, или там еще неизвестно? Ну, пока нет, пока нет, пока никто не знает, какая команда будет еще. А когда будет известно? А я даже не знаю, когда там будет тренерский совет, или кто там решает это. Удачи вам в любом случае, будем за вас болеть, и чтобы поменьше болячек, травмы, побольше здоровья и хороших результатов. Хорошо, спасибо большое.